Медицина и православие имеют одну общую цель – выздоровление пациента. Этому великому делу посвятил свою жизнь святитель Лука. Об этом говорили и его последователи на пленарном заседании. Один из центральных докладов шестых войн и синецких чтений был посвящен врачебным ошибкам. Сегодня каждый третий диагноз можно поставить под сомнение. Печальный итог тому – смертность. Она фиксируется в 45-50 тысячах случаях ежегодно. Неутешительные данные Минздрава России и Фонда общественного мнения обнародовал докладчик протеерей Сергий Филимонов, он же профессор Санкт-Петербургского государственного медуниверситета и оперирующий врач. Редкое, но эффективное сочетание двух ипостасей. Врач признал лечить не только тело, но и душу больного, и лечить не болезни больного. То есть относиться ко всей полноте человека. Церковь, то есть священнослужение, оно помогает врачу одухотворить его деятельность и таким образом дает ему возможность врачевания в высоком смысле этого слова. Не с точки зрения медицинских услуг, не с точки зрения предоставления какой-то помощи, а служения Богу и ближнему. Супруги Лободины не медики, но к спасению людей по большей части молодежи они имеют прямое отношение. 18 лет Владимир и Светлана занимаются реабилитацией пострадавших от магии оккультизма. На война-ясенецких чтениях оба были награждены медалью святителя Луки. Сегодня капканов очень много. Вот мы знаем секту святителя Ягова, ее сейчас убрали, убирают из России. Но таких сект сотни с разными названиями. Таких людей миллионы в нашей стране, которые просто одурманены вот этой вот глупостью, этой гадостью. И борьба с ними может быть только в том плане, что мы им даем нужное православное мировоззрение. Совесть, вера, милосердием. Слова, высеченные на оборотной медали имени святителя Луки, очень близки тем, кто был представлен к этой награде. Среди награжденных не только епископ Котловский и Вильский Василий, но и врачи. Виктор Поздеев из Архангельска, коряжемец Сергей Хабаров, котлашанин Александр Хрусталев. Экс-глава Котловской горбольницы Сергей Суханов получил медаль святителя Луки, одним из первых в нашем городе. Еще будучи главврачом, он ходатайствовал о присвоении медучреждению имени воина Ясенецкого. В нынешних годах шла эта процедура присвоения больницы имени. Сотрудники собирали подписи. В общем-то, это непростое такое было мероприятие. Ну и в конце концов, депутаты наши городские тоже поддержали это решение. Ну и вот, собственно говоря, с 2008 года больница носит имя. Всего в России четыре больницы, которые носят имя вот этого великого человека. И один медицинский университет, Красноярский. Это садитальный разрез. Около трех сотен гостей из Котлоса, Коряжмы, Великого Устюга и многих муниципальных образований Архангельской области стали участниками шестых воина Ясенецких чтений. Их организатор – Котлоская центральная городская больница. Четыре разноплановые секции, десятки докладов и мастер-классы. В числе преподавателей выступают преподаватели Северного государственного медицинского университета, которые, как правило, сочетают свою работу на кафедре в Северном государственном медицинском университете и в клиниках. То есть это все практикующие врачи. У нас относительная удаленность областного центра, такой представительный десант из Северного государственного медицинского университета случается очень редко. На Котласской земле войны и сенецкие чтения проходят во второй раз. В этом году они приурочены сразу к трем юбилеям, тесно переплетенным между собой – 140-летию святителя Луки, столетию Котласа и 90-летию Котласской центральной городской больницы.